Должна ли вера в добро стать религией? В общепринятом смысле, формально, организационно, категорически нет. И да, если религию использовать для выхода души на уровень духа, понимая ее как восстановление связи, воссоединение, тогда религия добра – это укрепление связи с добром, светом, теплом, любовью, совестью, чистым счастьем, свободой, творчеством во имя всего доброго. Восстановление вольтовой дуги духа. Именно так в разорванной цепи вдруг с новой силой возникает ток. Если когда-то добросчастье было дано человеку вместе с жизнью, и здоровьем, как некий капитал, то восстановление этого состояния, его величины, положение в сердце, как и восстановление здоровья, требует глубокого, осознанного решения, решимости, продуманного плана, предельных усилий, крутого внутреннего поворота. Такая связь предполагает признание главенства добра, постоянное исследование добру, пребывание в добре, активацию добра в себе, слияние с добром, бытие добро. Что делать? Вопрос старостепенный, главный же, с которого нужно начинать, в каком состоянии быть, что чувствовать, о чем и как думать, о действии, следствия предварительного настроя, постоянного настраивания на камертон добра, на волю бесконечного и вечного блага. С другой стороны, все может начинаться и с действия, правильного или не очень. Вдохновившимся могу предложить, например, дело распространения идеи добра. Идеи добра как веры, как интимной духовности, живой, несказуемой религии, идеи добринета, добросферы, добринтерна, да здравствует невидимый добринтерн. Я же, увы, не пример. Да, стремлюсь из последних сил, ползу, продвигаюсь по миллиметру. Конечно, есть стремительно бегущие, способные зажечь, передать, довести до каждого идею пламенные харизматы, горящие пассионари. И я очень рад каждому соратнику. Готов передать эстафету любому. Очень не хватает обратной связи. Насколько я в любви к добру, настолько и свободен. говорят еще, алертен. Свободен во всем. Ну, например, могу есть или не есть, скажем, мясо. Могу струбить дерево, убить животное, если это крайне необходимо для кого-то. то есть для добра, извинившись про себя перед ним и поблагодарив. Могу даже случайно или вынужденно убить нападающего, не осуждая потом ни его, ни себя. Ну, например, защищая кого-то из любви. Добра, которое у меня есть, не со зла. Просто, если не увижу другого выхода. Из добра и ради добра я готов к любым действиям. Но бывает еще и импульс, когда человек совершил нечто, не успев даже ничего понять, сообразить. Ну, так получилось. Судьба. Добро в этом импульсивном действии проявилось или зло время покажет. Поэтому настраиваю себя не столько на конкретные действия, сколько на добро. Чтобы все мои мысли, чувства, намерения принадлежали добру, любви, прекрасному. Тогда и случайные как бы действия будут соответствующими. К тому же я постоянно меняюсь вместе с миром. могу, например, менять диету, возвращаться к старой и так далее. Мое поведение никак не может быть примером, как и невидимое состояние души. У каждого своя душа, свое состояние. И никто это, кроме самого человека, не видит. Ну, разве что можно гадать, угадывать, догадываться. Поэтому моя задача, если я хочу счастья общего, показать не себя, а то, к чему стремлюсь. Показывая другим, показывая это, прежде всего себе. Ну, а жить, конечно, предпочитаю с родичами. Но любой добрый родная душа. чего не скажу о любом родиче. Хотя надежда всегда есть. С минуса на плюс можно перевернуться в один момент, воскресить себе правду, помогающую становиться светлее и добрее, активно со-выживать, быть в ладу с совестью, крепить единство в сотворчестве и созерцать прекрасное, жить. Ну, по поводу блаженства кротких, крутость можно понимать по-разному. Но если это непротивление злу, постоянное подавление в себе гнева, постоянный запрет себе выражать любое раздражение, страх, агрессию, то это низкая, как бы, но сильная энергия выйдет боком, в психосоматоз, например. Если же ее направлять вверх, возгонять в любовь, творчество, в добро, добро будет крепнуть, блаженство расти. Используя реактивную энергию ответного зла, как стимул идти к цели, к счастью, ну, например, вот, чтобы поспеть за жизнью, Кэрол в Алисе предлагает бежать со всех ног, быть активным, учиться, общаться, стремиться, бороться, чувствовать. Но если хочешь прийти к чему-то своему, где-то опередить время, выйти из его потока, потому что не всегда по дороге мне с ним, особенно, когда мир рушится, если хочешь создать нечто грандиозное, а которое выше собственных сил, тогда нужно бежать вдвое быстрее. Одной цели и мечты о ее достижении здесь мало. Нужен кнут, энергия страха, ну, еще говорят, пинок. Энергия страха и связанная с ним агрессией, которая сильнее даже энергии сексуального возбуждения. Именно страх позволяет задействовать неприкосновенный запас всех ресурсов. Пусть даже на короткий миг падения сорвавшейся звезды, на миг прыжка за флажки. Но это позволяет сделать невозможное в обычном состоянии, скажем, перепрыгнуть пропасть, высокий забор, найти выход из критического положения. Страх может помочь стартовать начав дело или спортовать, доведя его до полезного миру результата. Закончить, как говорится, кровь из носу. Что, в общем-то, я пытаюсь сделать. Как я использую страх на практике? первое. Сознаю его, признаю и принимаю без самого обвинения и обвинения кого-либо. Второе. Сматриваю с причинами, изучаю их, определяю главную на мой взгляд. Третье. Если не могу ее устранить, то разворачиваюсь на 180, чтобы увидеть источник желаемых чувств. Четвертое. Устремляюсь к источнику, подстегивая себя напоминаниями о преследующем меня зле. На примере ковида. Сообщение о нем вызвали у меня страх. Источник вижу в глобальном миропорядке. Антиподом глобализма сверху вижу глобализм снизу. То есть дружеские союзы, содружества по любому поводу. Морское братство основано на любви и общем деле, сотворчестве. С него и начинается сейчас новый золотой век. Если под кротостью не прячется стокгольский синдром, сладострастное подчинение себя злу, покорение или потакание ему, одержимость бесом угодничества князю мира сегов в лице системной тирании, сочетание самоуниженности с потаенной гордыней, а является сдерживанием желания ответить злом на зло, тогда в человеке должно быть сильным добро, ибо одним воздержанием от зла счастья в блажен не будешь. Больше того, одно лишь воздержание от зла, постоянный запрет себе отвечать злом на зло, от зла не избавит, наоборот, можно только застрять в нем. Чтобы избавляться от зла в себе и в отношениях с ближними, нужно стремиться быть в добре и стремиться видеть добро даже там, где его сейчас нет, но это не значит постоянного подавления в себе малейшего раздражения и желания противодействовать злу. Первая естественная реакция на кажущуюся несправедливость. В следующий момент желательно попытаться перевести энергию раздражения в понимание, в добро. Но если уж не получится, то какое-то время придется побыть злым. Главное устремиться к добру при первой же возможности и не винить ни себя, ни противника, насколько смог понять его и себя. Не винить в том, что оказался слаб в добре и пришлось побыть злым. Но нет в этом вины. Есть беда, есть, а вины нет. Ну, как говорят, упал, вставай. Упал еще раз, вставай еще раз. Сколько раз упал, столько и вставай. Сколько раз обозлился, столько раз возвращайся к добру. К добру, к конструктиву. Чтобы быть блаженным, нужно не просто быть добрым, а быть и сильным, отдавать добру энергию всех страстей. В добре, в цельности, в достоинстве, в любви блажены страстные, пламенные, великие сердца. Страстным, вечная тема добра дает шанс очнуться, воскреснуть душой, духом, стать свободным в любой момент. Перестать бояться смерти, умозрительного зла, полюбить жизнь. Перестать быть пешеходом на чужих дорогах, искать свой путь. Быть как можно более кротким в родительском правильном гневе. Правильном, кавычка. в приступах злости и страстным, предельно активным в состоянии любви, чем бы ни занимался. Если я страстно отдаюсь добру, то я дышу им, вдыхаю жизнь, энергию жизни, выдыхаю тепло для мира, углекислый газ для растений. Следовательно, вдыхаю добро и выдыхаю добро. Тогда каждая мысль добрая, о чем бы ни она ни была. Добру принадлежит каждое движение, каждый мотив, ничего своего отдельного, продолжая при этом оставаться особенным и неповторимым, ибо Бог, жив разнообразием, любит сотворенный им калейдоскоп неповторимости. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok,